И я хочу сказать, что сегодня у нас будет разговор о шахматах. Сегодня, кроме нашего Лёва Ратманского, у нас специальный гость Эдуард Духовный и его друг Валентин Борисович Слуцкий, который сперва хочет немножко про Эдуарда рассказать кое-что. И я вопросу Валентина Борисовича, значит, свой рассказ, и потом мы перейдем к Лёве и к Эдуарду. Пожалуйста, а вы меня слышите, да? Прекрасно. Пожалуйста, говорите. Очень хорошо. Ну, как сказал Эдуард Григорьевич, это всего, в общем-то, приглашение, посыла. Я с большим, так сказать, ощущением счастья вступил в ваш клуб, потому что я, честно, испытываю такую интеллектуальную гипоксию. Уже много лет я в Америке, 33 года, много чего было. Но вернусь, так сказать, к биографии. Дело в том, что Эдуард Григорьевич, помимо его, так сказать, человеческих качеств уникальных, так сказать. И фамилия духовная, знаете, ведь в еврейской, так сказать, истории духовная фамилия — это определенный клан. Я должен сказать, что как биолог могу сказать, что еврейская публика, она делится по генетическим, так сказать, по кланам, по генетическим. И духовная — это как раз отвечает своему названию. Итак, много лет назад я, работая на кафедре физовоспитания, это мое первое образование, в Киевском институте иностранных языков, совмещал должность председателя спортивного клуба. И, значит, программа была около 20 видов спорта, надо было выставлять. Самый дефицитный вид спорта — это был шахматы. И я думаю, что в Киеве в то время, кроме Эдуарда, вообще не было тренеров. Я, во всяком случае, за много лет не встречал ни одного тренера, хотя, может быть, шахматные турниры в Буревестнике существовали. Значит, Эдуард Григорьевич почему-то испытывает 50 лет ко мне ответит за то, что, как говорят, я принял его на работу. Я должен сказать, что это я должен быть благодарным, потому что найти такого преподавателя, профессионального человека, это была большая моя творческая удача. И должен вам сказать, что талант Эдуарда Григорьевича в том, что он практически студенты, которые, ну, может быть, с нулевого уровня, он сумел выставить их на соревнования, то есть подготовить. И я думаю, что в нем не просто человеческий талант, а вот такой вот талант, божий, так сказать, талант именно преподавательский. Вот. Особо я долго не буду говорить. Значит, меня сразило, так сказать, как человека, который только, как у Остапа Бендера, знает только два движения. Я с ним был в одном месте, это в консерватории, по-моему, и там парень играл в шахматы, и Эдуард Григорьевич подошел и предложил ему вслепую сыграть. Я там просто остолбенел, как можно вслепую сыграть. Ну, и вы знаете, шахматисты играют вслепую. И я сразу понял, что передо мной необычный, не просто шахматист, а очень талантливый. Вот поэтому я хочу сказать, что все, что от Эдуарда Григорьевича в моей жизни было, всегда все хорошо заканчивалось. И я надеюсь, что я как-то гармонично войду, так сказать, с обоюдным удовольствием в вашу прекрасную научную компанию. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Ну, тогда слово Эдуарду Григорьевичу. Ну, доброе утро, уважаемые дамы и господа. Я очень рад видеть большое количество замечательных дам. Обычно на моих лекциях присутствует там 90% мужчин. И крайне редко приходят дамы. И я очень рад и благодарен, что вы нашли время. И вам интересны, видимо, шахматы в той или иной степени. Я постараюсь вас не разочаровать. Не стесняйтесь, если будут какие-либо вопросы из области шахматы. Мы немножко коснемся с вами истории. По легенде, это никто, уже никто никогда не сможет это доказать или опровергнуть. Шахматы родились в Индии порядка полутора тысяч лет назад. Естественно, они были как игра трансформированы. Правила, игра, фигуры, доска и все остальное. В более-менее современные шахматы начались примерно в передине веков, примерно 1500-1600 годы до нас дошли первые шахматные партии, записанные итальянскими мастерами. Вы прекрасно знаете, что Италия, Рим в те времена отличались колоссальным творческим подъемом. Там были блистательные мастера различных искусств, там были блестящие музыканты, там были выдающиеся художники. И там появились первые, дошедшие до нас шахматные партии. Серьезно, более-менее в шахматы начали играть примерно в конце 17-го, начале 18-го века. И только в нескольких странах Европы. А более серьезный уровень появился в середине 19-го века. Начало и середина 19-го века. Шахматы в то время были более-менее развиты в нескольких странах. В Англии, во Франции, в Австро-Венгрии, на тех территориях. И, как ни странно, в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах появился блистательный середина шахматист, молодой, уникально талантливый, Пол Морфи. Он родился в Новом Орлеане. В Америке шахматы были более-менее популярны. В городе, где живет Валентин Борисович, в Филадельфии и в Нью-Орлеане. Пол Морфи обыграл абсолютно всех шахматистов в Америке с колоссальным счетом. Поехал в Европу. И сделал то же самое с лучшими шахматистами Англии и Франции. Он их обыграл с большим преимуществом. Но Морфи рано закончил свою карьеру шахматную, вернулся в Америку. И примерно 1850 год из шахматы приобрели определенную популярность в Европе. И первый международный шахматный турнир состоялся в Лондоне в 1851 году. Он собрал достаточно большое количество участников из разных стран Европы. И поразительно, что мне довелось много раз бывать в Лондоне, самому играть в шахматных турнирах международных. И я посетил здание, в котором проходил этот турнир 1851 года. Конечно, это для истории шахмат важнейшее событие. Это первый в истории международный шахматный турнир. Играл его немецкий шахматист Адольф Андерсон. И он был одним из сильнейших шахматистов того времени. Он, кстати, выиграл и второй международный шахматный турнир в Лондоне. Там же проходил через 11 лет в 1862 году. Я уже обещал, что я не буду нагромождать вас цифрами, датами. Потому что, ну, это вам, думаю, что вам не очень нужно. Но просто, чтобы вы имели общее представление, где родились шахматы. Может быть, вы все знаете это. Где проходил первый международный турнир, тоже вам, может быть, интересно для общего такого кругозора. Может быть, кому-то из вашей семьи это интересно будет, вы сможете это передать. Повторю еще раз. Лондон, 1851 год. Первый турнир по современным шахматам. Мне придется периодически отвлекаться вам. Надо будет чем-то заполнять пауру. Да, тогда... Пока, Лёва, пожалуйста. Мы договорились по Эдуарду уважительной причиной для этого, извините. Хорошо. Дальше я бы... Эдуард, я? Да? Лёвушка, я вернулся. Но это будет несколько раз. Да, да, да. Да, просто я хотел вам сообщить. Ну, хорошо, Лёва, пожалуйста. Да, значит, я бы начал с того, что... Продолжил с того, что потом начались организованные, так сказать, шахматы. Когда начались матчи на первенство мира по шахматам. Если я тут что-то пропустил, Эдуард захочет, он добавит. Потому что до этого были знаменитые шахматисты, но они не становились официальными чемпионами мира. А вот начиная со стеница, пожалуйста, Эдуард. Да, Лёвушка, я тебе благодарен, что ты прекрасно поддерживаешь. Я вообще мог бы выступить с этой лекцией легко. И Лёва сказал, что появился такой уникальный шахматист в еврейской семье. Девятый ребенок. И Вильгельм Стениц родился в Праге. Вообще, конечно, уникальный, совершенно уникальный человек. Во-первых, Валентин Борисович может это объяснить. Он был примерно ростом метр пятьдесят два. Метр пятьдесят два сантиметра. Это был рост стеница. Он был очень маленький. И это было удивительно по сравнению с другими шахматистами, которые на две головы были выше его в то время. Но таланта был невероятного этот человек. И появившись, Стениц стал, по сути, первым профессиональным по-настоящему шахматистом современности. Потому что он одно время учился в университете, но он его оставил. И понимая, что у него большой шахматный талант, он перебрался в Лондон, где уже расцветала шахматная жизнь. И он там очень быстро стал одним из сильнейших шахматистов за очень короткое время. Но интересно, что уже в 1856 году он уже играл матч, был такой матч, Стениц. Стениц в 1886 году, в возрасте 50 лет, Стениц играл с Цукертортом. И с блеском выиграл этот матч. С результатом он 10 партий выиграл Стениц, 5 партий выиграл Цукерторт, и 5 партий закончились в ничью. Стениц в это время было уже 50 лет. И как я вам говорил, он родился в Праге в 1836 году, он родился 14 мая. Недавно отмечался его день рождения. Он был пятым сыном, девятым ребенком в семье. И вот эта вот глыба, Вильгельм Стениц в 50... Вы представляете себе сегодняшние шахматы, когда в матче на первенство мира будет играть представитель Индии, которому только-только исполнилось 18 лет. А в турнире претендента он играл, он был 17, и он выиграл этот турнир. То есть не исключено, что он будет следующим чемпионом мира, потому что матч будет в этом году. Ну, об этом мы немножко, может быть, подробнее попозже расскажем. Так, Вильгельм Стениц выигрывает звание первого чемпиона мира в истории шахматы. Случилось это в 1886 году в Лондоне. Матч проходил с 11 января по 29 марта. Довольно длительный матч. И Стениц на протяжении 8 лет удерживал звание лучшего шахматиста того времени. В 1894 году Стениц, играв несколько матчей, выиграл их. В 1894-м выходит на матч с талантливым, передным, гениальным еврейским шахматистом, которого, может быть, вы знаете, может быть, слышали это имя, Эммануил Ласкер. Ласкер был широко, глубоко образованным человеком. Медиктор математики. Это я тебе не даю. Спасибо. Был чрезвычайно интересным человеком, блестяще играл в карты и любил музыку. И, естественно, играть с 50-летним. А за 8 лет Стеницу, Стеницу уже было 58 лет. И Ласкер был значительно моложе, порядка на 30 лет моложе. Матч, да еще и матч проходил в таких условиях, которые были противоестественны для Стеница. И Ласкер этот матч убедительно выиграл, стал вторым чемпионом мира. Что любопытно, в истории еврейского народа много талантливых людей в разных областях. Выдающиеся математики, химики, физики, вы это прекрасно знаете, музыканты, политики. И интересно, что 35 лет подряд, 35 лет подряд, два еврея были чемпионами мира. 8 лет Вильгельм Стениц и 27 лет Эммануил Ласкер. Очень коротко я пройдусь с последующим чемпионом. Может быть, кого-то вы знаете, может, о ком-то вы ничего не знаете. Но если у вас будут вопросы, Лев или я, мы вам с удовольствием это расскажем. 27 лет – это колоссальный срок. Сегодня это себе представить практически невозможно. Ну, в этом была отчасти повинна и Первая мировая война, когда не было матчей, естественно. Никому было не до шахмата. Но, тем не менее, в 21-м году Ласкер совершил ту же ошибку, которую совершил и Стениц. Он поехал играть на территорию Капабланки. Появился блистательный кубинец, дипломат, аристократ, любимец и любитель женщин, любитель вкусного, такой гурман, любитель хорошего вина. И Ласкеру было 54 года. Он стал чемпионом мира в 27 лет, и 27 лет удерживался звание. И, естественно, Капабланка был намного-намного моложе. И тоже убедительно обыграл Ласкера, стал третьим чемпионом мира. В это время подрастал один русский гениальный шахматист Александр Александрович Алёхин, который бежал из уже Советского Союза практически в начале 20-х годов. У него интересная биография, не буду на ней долго останавливаться. Родился в России, потом он оттуда бежал во Францию, или переехал, скажем так. И уже представляя Францию, он вышел на матч с Капабланкой. Этот матч игрался в Аргентине, столице Аргентине, Буэнос-Айресе. И это был один из самых интересных матчей в истории шахмата. А тем более до военной, до Второй мировой войны. Они уже были не просто два блестящих шахматиста, они уже были... Не показывали игру современную. Вот так и сегодня играют. Это был выдающийся уровень. До этого матча Алёхин никогда ни разу не обыгрывал Капабланку. А по условиям ему нужно было... Одному из них нужно было, чтобы выиграть матч, нужно было выиграть шесть партий. Не менее шести партий надо было выиграть у своего соперника, чтобы стать чемпионом мира. Алёхин-то матча не выиграл ни одной. Представляете, каково это было? Капабланка вообще проигрывал в среднем одну партию в год. И был уверен, что он этот матч выиграет. Но и тут как было. Алёхин совершил совершенно блестящую историю и стал четвертым чемпионом мира. В 1927 году в Буэнос-Айресе, в Аргентине. В это время в Голландии вырос блестящий шахматист, доктор математики, профессор Макс Эйве. И вот каким-то чудом Эйвес, его поклонники, его таланты шахматного собрали необходимую сумму денег тогда. Для того, чтобы тогда вообще матч состоялся, кого-то с кем-то, претендент должен был найти огромные для тех времен деньги. Обычно это было порядка 10 тысяч американских долларов. И поклонники Эйвес нашли эти деньги. Матч состоялся в Голландии, в разных городах Голландии. Представить себе, что Алёхин может проиграть Эйве, это было, казалось, impossible, невозможно. Но совершилось то, что совершилось. Алёхин некоторые партии проводил под шофе. Он позволял себе нарушать режим. Он не очень адекватно отнесся к своему сопернику. И Эйве невероятным образом чудом, абсолютно. И, скорее всего, с элементом случайности. Но, как вы знаете, в спорте не бывает случайностей. Тем не менее, Эйве удалось выиграть этот матч. Через два года там же состоялся матч-реванш. Его, естественно, выиграл Алёхин, который обладал невероятным шахмат-массивой. И вернул себе звание, титул чемпиона мира. Это было впервые в истории, когда побежденный чемпион, играя матч, фактически матч-реванш, он возвращает себе титул. Титул чемпиона. Как я уже вам говорил, я не буду подробно останавливаться. Хотя я могу рассказывать бесконечно о каждом из этих матчей. Не буду подробно останавливаться. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете их задать. Алёхин, вернув себе корону в 1937 году, остался одним из некоторых непобежденных, ушедших из шахмат-чемпионов мира. В 1939 году, как вам известно, началась Вторая мировая война. Шахматные матчи были прекращены. К тому времени уже одним из лучших игроков мира становился Михаил Моисеевич Бодвинник. Патриарх, как его называли в Советском Союзе. Ну, и он очень хотел играть матч с Алёхином. Для того, чтобы такой матч состоялся, нужно было разрешение. Разрешение кого? Самого Сталина. Самого. И были определенные письма в адрес Сталина с просьбой этот матч разрешить. И вроде бы Сталин, заручившись тем, что Бодвинник обещает матч выиграть, разрешил этот матч. Но, тем не менее, учитывая, что Алёхин вел себя не совсем корректно во время Второй мировой войны, в частности, писал в французских и в немецких газетах, писал очень нехорошие статьи о евреях в шахматах. И Вторая мировая закончилась. Алёхин в это время жил в Испании, потом уехал в Португалию. И матч... Алёхин сам понимал, что для того, чтобы восстановить свое имя, для этого ему необходим матч с Бодвинником. Он был готов играть на любых условиях. Но, тем не менее, матч не состоялся. Шахматная общественность была против этого матча. И в 1946 году, в очень странных условиях, в одном из отелей маленького португальского городка Эшториал, Алёхин был найден ушедшим из жизни за столом в ресторане. По... тем документам, которые оформляли врачи, которые его там осматривали, вроде бы он подавился какой-то костью. В общем, случайно ли это смерть, или это уже работали агенты Судоплатова, никто не знает. Это история покрытым мраком. И шахматный мир остался без чемпиона. В 1946 год. Интересно, что мы с вами затронем немножко тему Международной шахматной федерации. Что такое Международная шахматная федерация, или ФИДЕ? У любого серьезного вида спорта есть организационный такой орган, который возглавляет мировые мировые спортивные федерации. У шахмат это было ФИДЕ. Что такое ФИДЕ? Это организация, которая была создана в 1924 году, ровно сто лет назад. Мы с вами, как любители шахмат, в этом году, 20 июля, отметим столетие. Столетие нашей с вами шахматной федерации международной. она была создана в Париже во время восьмых Олимпийских игр, которые проходили в это время в Париже, в 1924 году, проходили восьмые летние Олимпийские игры. Там же была организована федерация, которая придумала такой девиз, такой лозунг, «Gens una sumus». латынская такая фраза, «Мы одна семья». И была создана Международная шахматная федерация, которая проводила, которая проводила всемирные шахматные Олимпиады, начиная с 1927 года. Каждые два года проводились такие Олимпиады. Первая Олимпиада в 1927 году ее выиграла сборная в Венгрии. Там собрались хорошие шахматисты. Тогда, в те времена, за сборную играла, каждую команду играла по четыре человека в составе команды. Четыре человека. Олимпиады были до войны 1927, 1929, 1931, 1933, 1935, 1937, 1929. В эти года проходили шахматные всемирные Олимпиады. Очень коротко остановлюсь на кто возглавлял Всемирные шахматные федерации. Первым был такой представитель Нидерландов, Александр Рюб. Он с 1924 года, он был адвокатом, его выбрали, и он был президентом международной шахматной федерации. Интересна судьба у него. Он был бессменным президентом до 1939 года. В 1939 году Олимпиада была в Аргентине. Как только началась Олимпиада, по какому-то стечению обстоятельств, Германия напала на Польшу, началась Вторая мировая война, как раз во время во время этой Олимпиады. И, к счастью, для некоторых участников Олимпиады, которые остались в Аргентине, они вернулись уже в Европу, они тем самым сохранили свои жизни. о Александре Рюб, он приехал на Олимпиаду в Аргентину в 1939 году. И на каждой Олимпиаде выбираются новые руководства. Я не знаю, ли у вас выбирается руководство, но в шахматной фенкации когда-то всегда выбиралось руководство. Сейчас это раз в 4 года происходит. Рюб не приехал. Аргентинцы подсуетились и решили, почему бы нам не сделать президентом своего. И самое интересное, что этот Аугусто Демаура в 1939 году стал президентом, но длительное время никто его не считал таковым, потому что не было реального и не было президента, который постоянно, много лет был и достойно вел все шахматные дела. Историческая комиссия ФИДЕ, в которую я вхожу, она собиралась много раз, она пыталась восстановить истину. И представитель Аргентины постоянно доказывал, что как же так, мы же, наша страна в 1939 году выбрала Аугусто Демур, он законный представитель нашей страны баллотировался и его выбрали президентом. В общем, было масса споров. Не знаю, ли у вас проходят иногда споры, но там были колоссальные дискуссии, колоссальные споры. Я скромно выступил и говорю, если вы не можете договориться, будет назначен Демура президентом или не будет, уже давно нет Демура, уже все эти времена давно прошли, но если для вас это так важно, очень просто, обращаетесь в Международный Олимпийский Комитет, который курирует вообще все виды спорта, так или иначе, за исключением профессиональных выходящихся в Америке у нас, а все остальное Международный Олимпийский Комитет через свои федерации курирует. Я такую идею им подсказал, я говорю, нужно найти трех независимых профессионалов, экстра-класс юристов, международников, которые на основании документов, которые у вас есть, эти три человека за три дня вынесут правильное решение и оно будет окончательным. Даже если вы обратитесь в Верховный суд Америки, в наш Суприм Курт, они оставят это решение в силе, потому потому что они доверяют этим юристам, специалистам. Но что последовало возражение председателя исторической комиссии? Он мне говорит, Эдуард, у нас нет денег нанимать трех специалистов такого класса. Я говорю, ну, тогда принимайте решение, как вы ходите. до конца после длительных раздумий они решили все-таки включить Демура в состав президента. Но Рюб в 46 году вернул себе это звание, этот титул, эту должность президента Международной Шахматной Федерации и до конца жизни, до 1949 года, он опять возглавлял Федерацию. С 49 по 70 только Роберт, швед, тоже юрист. Много лет, да, 49 по 70 это сколько у нас, 21 год. Видите, люди серьезные, они много, много лет, много лет они возглавляли Международной Шахматной Федерации. Почти как Путин и Россию вели Советский Союз. В 70 году Роберт окончательно в силу разных понятных причин ушел от дел и президентом стал тот, кто и должен был стать. Макс Эйва был президентом Федерации. И, кстати, благодаря Эйве состоялся просто великий матч, о котором вы, наверное, знаете, не сомневаюсь, вы знаете о матче Спасский и Фишер в 72 году, один из самых великих матчей в истории. И вот Эйве сумел каким-то образом уговорить Фишера, который не хотел играть до последнего момента. К этому вернемся, если времени хватит. Эйве заменил на этом посту другой достойнейший претендент, человек из мира шахмат, блестящий гроссмейстер, Федрик Олафсен из Исландии. Я думаю, что Олафсен все это проблемы, которые начались в 78 году, вы помните, начались страшные проблемы, Карпов-Корчной, может быть, вы знаете, Багиа, там творилось такое, что там группа порядка 20 советских агентов КГБ в составе делегации, ну, в общем, Олафсен был только один срок до 82 года, и сменил его на этом посту тот еще специалист по имени Флоренция Компоманес, по некоторым данным агент КГБ, который верой и правдой служил советским шахматом за приличную мзду. Флоренция был президентом с 82 по 95 год. И вот этих 7 президентов я их многих не мог знать, потому что некоторые ушли в лучший мир до моего рождения, а вот Макса Эйва я видел, Макса Эйва я видел, и мне было очень приятно узнать, что этот достойнейший человек внес очень большой вклад в историю шахмат, в развитие шахмат, в международную шахматную федерацию, в все, что так или иначе связано с шахматой. В 95 году Компоманес, исчерпав полностью себя и лимит доверия к себе, ушел, и президентом избрали на безрыбе и рак рыба, избрали Кирсана Николаевича и Люмжина. Вот Кирсана и Люмжинова, который стал президентом в 95 году, я очень хорошо знал. Мне повезло. В 2010 году я в качестве арбитра, представлявшего Соединенные Штаты, я присутствовал в качестве арбитра на Всемирной шахматной олимпиаде. Она проходила в России, в Антимансийске, в Сибири. Если будет вам интересно, кое-что расскажу, может быть, не сегодня, а время стремительно бежит у нас. Да. И Люмжинов был удивительный человек. И буквально пунктиром в 2016 году у нас в Нью-Йорке проходил матч за звание чемпиона мира между величайшим шахматистом в современном норвежцем Магнусом Карлсоном и претендентом российским гроссмейстером Сергеем Карятовым. В 2016 году этот матч проходил в Нью-Йорке, в Манхэттене. И для меня было большой честью, что Дирсан Илюмжинов прислал мне персональное приглашение на этот матч. И не только мне, но и моей супруге. открытие было в знаменитом храм Плаза Отели на Пятой Авене. Там собрались слитки американского общества, селебрити, выдающиеся музыканты, специалисты в области юриспруденции, собрались дипломаты, журналисты. И мы втроем у нас было приглашение, но я взял и сына своего, решив показать моему Дэвиду, Дэвиду духовному, что такое, что такое селебрити, что такое шахматы. Это были удивительные речи, друг друга многие не знали, поэтому почему-то считали, что мы тоже из их него круга, хотя для меня это все было любопытно и смешно одновременно, потому что когда к тебе приходят знаменитые нью-йоркские лойеры, которые там берут 5 тысяч долларов в день или в час и думают, что ты тоже из их круга, обычно, когда я понимал, что на вопрос лучше не отвечать, я делал умный вид, улыбку так вежливо кланялся, не отвечая ничего за таким бокалом хорошего итальянского или французского вина, которое нам там вместе с удивительными всякими блюдами разносили беспрерывно в момент открытия. Ну и потом мы получили право посещать этот матч в вип-зоне, один билет, стоимость одного билета туда было 600 долларов. Как я вам говорил, как я вам говорил, Илюмжинов нам сделал подарок, каждый день он подарил по 1200 долларов на право посещения матча в вип-зоне. Куда приходили уже разные люди, например, куда приходил в то время он был в то время он был одну секунду. Мы подождем немножко, тут вынужденные обстоятельства. Да, эта матч была знаменитой, сейчас расскажет очень интересной. когда Корякин имел некоторые шансы реальные, но не сделался. Ну, эту часть я не могу заменить, поскольку на этом чемпионате розыгрыша я не был. Пожалуйста, дальше. Лев, ты мудрец, ты всегда можешь продолжить любовь. Я волнуюсь. Продолжай, пожалуйста. Да. И в общем, конечно... этом матче не было. Продолжай. Я уже забыл их фамилии. Представитель России в организации Международной Организации Однодненных Наций. Не помню, кто был тогда, он уже ушел в лучший мир. Но это был 2016 год. Сейчас туда Россию представляют что-то страшное по фамилии Небензя, а тогда был... Тогда был... Может, кто-то из вас помнит. Не важно, фамилия не имеет большого значения. Там был вот этот спикер, представляющий на всех брифингах президента России. Как его фамилия? Кто-то помнит его фамилию? Я... Пока ты расскажешь, я найду. Пожалуйста, продолжай. Кто помнит фамилию вот этого спикера с усами такой? Валентин Песцов? Который сейчас Песков, я не знаю, Песков, 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 точно. Да, там был Песков, там был... Как того звали? Чуркин? Может быть, того звали представителя России в ООН? Чуркин. Был такой? Не помню. Очень может быть. Продолжи, пожалуйста, я поищу. В общем, там были все, кто представляет российские средства массовой информации, первые лица. Там были дипломаты от Российской Федерации, которые находились в Нью-Йорке. Российский десант, как на всех матчах, какое впечатление, что Россия вообще проводит все матчи. В общем, было их там немеряно. И все они, естественно, были в бибзоне. Так что я с ними плотками вот так вот соприкасался, лотками, стаканами, бокалами и всем остальным, чем только можно. вот. Илюмжилом был президентом до 18-го года, потом против него начали открывать какие-то дела, и ему пришлось оставить этот пост. И с 18-го года нынешний президент Аркадий Владимирович Дворкович, с которым я познакомился на очередной олимпиаде в Батуми, которая проходила в 18-м году. Я там обычно как арбитр американский представлял Соединенные Штаты. Я с ним коротко, минут 5-6 поговорил о том и сём. И, в общем, значит, из девяти президентов я знал в той или иной степени Эйве, очень хорошо знал Илюмжинова и Шапошна, Дворковича. Вот этих представителей Международной Шахматной Федерации я знал. Виталий Чуркин, извиняюсь. Виталий Чуркин, да, а я как сказал? Чуркин, я так вам не сказал. Случайно вспомнил. Правильно. Вот. Значит, давайте вернёмся к чемпионам мира. Может быть, кто-то из них вас так или иначе заинтересует. Алёхин ушёл. В жизни почему я перешёл к Международной Шахматной Федерации? Советский Союз до войны, до Второй мировой войны, никуда практически не входил. Абсолютно закрытая. Наша с вами страна, она была закрыта внешних врагов от внешнего мира. Она была не просто закрыта, она была по-своему изолирована, причём сама себя ещё тоже изолировала от всего. вражеского влияния. Поэтому соревнования-то, конечно, проходили в Советском Союзе, но они были абсолютно для представителей только самих себя, и иногда они приглашали какие-то рабочие коллективы из дружеских стран. Но появление Ботвинника и желание Одну секундочку. Ну, пока Эдуард, конечно, появление Ботвинника резко изменило положение советских шахматистов, резко, принципиально изменило положение. Потому что отдельный разговор как Ботвиннику удалось выйти на соревнования с Алёхиным. Известно, что официально было дано разрешение от Молотова, второго лица, но по типу текста, который был Ботвиннику направлен, это, конечно, сталинский короткий текст на согласие участия. Эдуард? Да, дорогой. Значит, Ботвинник был действительно блестящим шахматистом, он уже по своему классу, он действительно мог реально обыграть Алёхину, но Алёхин исчез, умер, и нужно было организовать новый матч или новый матч-турнир. Советская Федерация не входила в ФИДЕ, и они обратились, руководители обратились к Сталину через министров спорта, как они тогда назывались, они тогда назывались, по-моему, председатель спортивного комитета, не суть важна, и добились того, чтобы получили разрешение войти в Международную Шахматную Федерацию. Когда советская делегация приехала и стала членом Международной Шахматной Федерации, она добилась того, чтобы состоялся матч-турнир за звание чемпиона мира. И этот матч был в 1948 году. Он проходил в двух странах. Первая половина в Голландии, вторая в Москве. В нем принимало участие пять человек, из них трое из Советского Союза, Ботвинник Смыслови Керес и экс-чемпион мира Макс Эйве и Сэм Решевский из Соединенных Штатов. Ботвинник убедительно выиграл этот матч-турнир и 9 мая в день победы, 9 мая 1948 года в Москве такой знаменательный день первый президент Международной шахматной федерации Александр Ру одел лавровый венок Михаилу Моисеевичу Ботвиннику вручил ему все, что тогда было положено вручать и Ботвинник на долгие годы возглавил советских шахматистов, которые один за другим становились чемпионами мира. Так, Ботвинник с 1948 по 1963 надо сказать, что по дороге Ботвинник был чрезвычайно организованным, системным человеком. Он проиграл матч Смыслову он вообще сыграл три матча со Смысловым. Первый закончился в ничью, второй он проиграл, а третий выиграл матч реванч. Затем он проиграл Талю в 1960 году. Наверняка Лева этот матч наблюдал. В 1961 Ботвиннику удалось невозможно. Ботвиннику было 50 лет, он 11 года рождения. Он обыгрывает 24-летнего Таля. Таль 36 года рождения. В 1963 году Ботвинник проигрывает Петросяну и отменили матч реванч. Не исключено, что Ботвинник мог бы обыграть и Тиграна Вартановича Петросяна тоже, но матч отменили. В 1963 году становится чемпионом мира Петросян. Петросян в 1966 году обыгрывает Спаскова, но Спаский, обладая колоссальной шахматной силой, второй раз вышел на матч, и в 1969 году он обыгрывает Тиграна Петросян. Борис Васильевич Спаский в 1969 году становится чемпионом мира. Проходит еще три года, начинается и заканчивается эпоха Фитчера. 1972 год, Исландия, Рекьявик, этот матч покрыт многими всякими конспирологиями, но он тем не менее состоялся, начался он очень интересно, 2-0 в пользу Спасского, первую партию Спаский выиграл, на вторую Фишер не явился, а потом началась игра в одни ворота, когда Фишер просто разгромил Спасского. В 1975 году он должен был играть Карповым, Фишер, но отказался от титулов. И вторым после Алехина по разным причинам Фишер ушел из шахмата и нужно было определить чемпиона. в 1975 без игры Макс Эйве одел венок Анатолию Карпову. Карпов в 1978 году обыгрывает Корчнова в матче драматическом, трагическом, о нем можно рассказывать бесконечно, но не буду останавливаться. В 1981 году Корчной второй раз, будучи 50-летним человеком, второй раз выходит на матч с Карповым, но уже этот матч был не трагический и не драматический. Все-таки возраст был Корчнова и возраст Карпова совершенно не соизмеримый. Карпов выиграл второй матч и началась эпопея Карпов-Каспаров. Это, конечно, на это можно потратить еще три лекции или пять лекций, потому что они сыграли пять матчей. 84-й, 85-й, 86-й, 87-й и 90-й. Самый для меня драматический, кстати, был матч 84-й, 85-й. Я не понимал, как можно проигрывать 5-0, как можно стоять на вершине горы, с которой нет ужаса, невозможно спуститься, можно только упасть вниз, обратной дороги нет. Мое мнение, что это просто Всевышний помог Каспарову сохранить силы, энергию и счет 5-0 превратился в счет 5-3 и Флоренция Кампоманос прервала этот матч с мотивировкой мы хотим сохранить здоровье обоих шахматистов, мы не дадим им умереть на сцене, мы же прекратили, через полгода назначили новый, в 85-м году Каспаров начинает свое фантастическое восхождение, он обыгрывает Карпова, решающая партия 24-я, может быть Лева на ней был, я был на нескольких партиях, но на последней не был, и Каспаров выигрывает, становится 13-м чемпионом мира, и по сути период между концом 40-х приход Ботвинников и концом 80-х это золотой век шахмат, который у нас с вами анонсирован, этот период, когда величайшие советские шахматисты, минуточку, ну, пока маленький перерыв, на 24-й партии я не был, а на 16-й это в зале Чайковского я был, и даже Любу с собой зазвал, в этой партии Каспаров растерзал, растерзал Карпова, настолько, что даже сидящие рядом болельщики Карпова признали это на 24-й небо. Эдуард, пожалуйста. Каспарова я лично очень хорошо знал всего 15 лет. Каким-то чудом есть фотография его книги, ему 15 лет, а я сижу рядом с ним буквально плечо к плечу, плечом к плечу. Так получилось. Потом я многократно был на всех разных его вечерах в Нью-Йорке, и он сейчас живет в Манхэттене. Но это не важно. Важно другое, что Каспарова ставил ярчайший след в истории шахмата, он 20 лет по сути был лучшим игроком в современной истории, и он это доказал в многочисленных турнирах, матчах, пока не случилось то, что всегда случается. То, что рано или поздно вернее случается. Появился какой-то человек, который обыграл его. Этого человека звали Крамник. Матч был в 2000 году в Лондоне. Он мне напомнил матча Эйва Лехи, когда абсолютный фаворит матч проиграл, но Эйва достойный человек и дал матч реванша Лехину через два года. А Крамник этого не сделал. Крамник безусловно боялся матча реванша с Каспаровым и всячески убегал от этого матча. Ну и убежал. Кончилось с тем, ушел из шахмата. Объявил об этом и ушел. Затем Крамника обыграл прекрасный шахматист из Индии Вишванатан Аннан. Я с ним познакомился в Лондоне в 1994 году. С Крамником тоже познакомился. Я всех знал. И из 17 чемпионов мира, кроме первых четырех, которые ушли в лучший мир до моего рождения, я видел практически всех, за исключением Фишера. Минутку. Пока вынужденный перерыв я видел не всех. После Каспарова я перестал интересоваться там начался беспорядок так мягко выражающий шахматом мире. Это уже, на мой взгляд, не были настоящие шахматные соревнования. Ну, с натяжкой можно считать прокрамника, который, да, не согласился на... Ну, оттянул и не было матча-реванша. А уже когда начался полный беспорядок, то интересоваться этим основательно не имело смысла. мне удалось пока вынужденный перерыв начать лично видеть, разговаривать и даже в некоторых случаях общаться довольно коротко с Макса Мэйве, с Алёхиным, как вы понимаете, нет, а потом Ботвинник и все остальные шахматисты. это было интереснейшее время. Даже ну, я просто вынужден заполняю с Ботвинником. Продолжай, пожалуйста, потом. Хорошо, дорогой мой. Мы остановились на индийском шахматисте, да? Да, Ананд. Да, Ананд. Дело в том, что, как я уже говорил, что мне судьба очень повезла мне в жизни. Шахматная моя судьба сложилась невероятным образом. Я благодарен Всевышнему, каждый день молюсь за это счастье, потому что шахматы у меня тут вот это Роберт Джеймс Фишер. Вот здесь написано Чез из лайф Бобби Фишер. Шахматы это жизнь. Я в своей многочисленной лекции перед разной аудиторией всегда начинал Чез из май лайф. Я еще мог Фрэнг Синатра рассказывать Чез из май вэй. Шахматы это мой путь. При том, что это удивительно, что мне никогда не доводилось играть в каких-то больших турнирах. Но моя жизнь 60 лет в шахматы. Вот можно было бы так ее обозначить. С 10 лет это не относится к нашей с вами беседе. Просто вы имели представление, что я действительно человек из мира шахматы. Лет я в них. Я занимался многими разными вещами на шахматах. Всегда были огромной, колоссальной частью моей жизни. Больше того, моя супруга появилась у меня, а я у нее благодаря шахматы. И наш сын благодаря шахматы. Шахматы безусловно это главное в моей жизни. Первое это семья, второе это друзья, третье это шахматы. Значит, индийский шахматист блестящий совершенно. Индия родина шахматы по легенде, по преданию. И вот у них появился вот такая ярчайшая звезда. В Индии раньше не было таких известных шахматистов партии. До войны был некий шахматист, я уже его фамилию забыл, но, конечно, он не был невеликим, он был просто одним из мастеров того времени. Индус пришло время, он сыграл несколько матчей, но пришло время, и его обыграл совершенно потрясающий шахматист, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсон. Находясь в Саудовской Аравии, где я представлял Соединенные Штаты в качестве армитра, в Саудовской Аравии, может быть, вы помните, в 2017, в 2017, в 2017, президент Трамп туда поехал с визитом официальным к королю Салману в Саудовскую Аравию, а за Трампом туда полетел я, на чемпионат мира по Блице и Рапиду. Так что, мы чуть не пересеклись с Трампом, но я пересекался с саудовскими шейхами и с их семьями многочисленное количество раз. Это эпизод моей шахматной истории. И там же я пересекся с отцом Магнуса Карлсона. Мальчик вырос в Норвегии, совершенно не шахматная страна. Ярчайший гений, какой-то невероятный, слово талант даже не подходит. Это абсолютно уникальный шахматист современности. Ему всего 34 года, он родился в 90-м году, он выиграл 5 матчей со званием чемпиона мира и бросил шахмат. Вернее, он не бросил шахмат, неправильно. Он не хочет больше защищать титул чемпиона мира. Он продолжает играть, он продолжает выигрывать, он продолжает зарабатывать колоссальные деньги. Его состояние много десятков миллионов долларов. И кстати, все последние чемпионы мира, все миллионеры, в отличие от компаний, которая заканчивалась, я даже не знаю, кем она заканчивалась, ну скажем, условно говоря, ни Ботвинник, ни Смыслов, ни Таль, богатыми людьми не были. Они были обеспеченными людьми, это правда, но они не были богатыми. А нынешние чемпионы мира все подряд состоятельные богатые люди, так что если у вас есть внуки, внучки, шахматы их введите, они могут принести вам, вам и вашим детям, они могут принести вам достойное материальное обеспечение. На ком мы остановились? На Карлсоне, да никого по-моему не пропустил из чемпионов мира. Карлсон в 2013 году летом мы с ним случайно встретились в аэропорту Осло в Норвегии. Я уже понял, что это будущий чемпион мира. Потому что, например, с Аспаровым я встретился, ему было 15 лет, он стал чемпионом мира. С Чебурданидзе я встретился, ее 11 лет в Одессе в 1972 году, она стала чемпионкой мира. С Гамприндашвили я встречался в Лондоне, но она уже была чемпионкой мира. С подавляющим большинством чемпионов мира я встречался в то или иное время, либо перед тем, как они становились чемпионами мира, или чемпионками, либо после. И, кстати, Майя Григорьевна Чебурданидзе, когда я рассказывал эту историю в Батуми, я рассказал, вам было 11 лет, мы с вами встретились в Одессе, и вы были уже обречены стать чемпионкой мира. Она очень долго смеялась. Человек с хорошим чувством юмора. Итак, значит, Карлсон отказался играть матч звания чемпиона мира. Последний матч игрался между российским шахматистом Яном Непомнящим с другим претендентом, которого зовут Ли Линг Динг. Его произнести имя очень сложно. Динг. Назовем его Динг. Китайское произношение. Да. Назовем его просто Динг, так будет проще. С этим парнем я тоже познакомился на какой-то Олимпиаде, кажется, в Баку. Он туда приехал в составе сборной Китая на постелях. Он поломал ногу, но у них чувство ответственности, у китайцев, и, видимо, воздействие коммунистической партии Китая на своих воскресеньях, того, что он на постелях приехал играть за сборную Олимпиаду. В общем, сегодня Динг, обыграв Непомнящего, оба они получили этот матч не будучи чемпионами мира, а Динг вообще случайно его получил этот матч. Непомнящий проиграл Карлсону, и он имел право через турнир претендентов отбираться. Он отобрался, Динг случайно отобрался путем целой серии случайностей, они сыграли матч. Китаец его выиграл, и Китаец чемпион мира. Кинг нынешний чемпион мира по шахмату. Среди женщин тоже китаян чемпион мира. В общем, очень коротко. Я вам рассказал историю шахмат. Очень базово так, basic. И теперь мой друг, мой старший товарищ, мой мудрый товарищ Лёва, он будет отвечать на ваши вопросы. Нет, тут надо спросить у Виталия, может быть, я расскажу то, что наука лишь шахматы, то, что мне Столбо подарил неделю тому назад, вопрос, или как построить? Мне минут 15-20 и все. Пожалуйста, пожалуйста, не против, я думаю, у нас есть время. Мне слово по этому вопросу. Потом оба могут ответить. Потом вопросы и ответы, да? Палушка, Виталий, я вам предлагаю, может быть, пока вот люди, которые немножко нас слушали, может быть, у них есть свежие вопросы. Потому что они могут забыть, выпустить, и пока Лёва пристательно рассказывать о шахматах и науке, может, человек забыть тот вопрос, который у него возник. Может быть, лучше сейчас вопросы, а потом Алёвушка закончит. Хорошо. Если есть вопросы, может быть, нет никаких вопросов. Бывает, что нет вопросов. Алё, а вы со мной? Да, конечно, мы с тобой, Валентин Борисович. Да, у меня есть вопрос. Хорошо. Если будет время, я комментарий, так сказать, особенно после вот предполагаемой лекции. Значит, во-первых, хочу сказать, что это блестящая лекция. Я много в своей жизни прослушал. Эта лекция и по дикции, и по контексту. Она достойна любой аудитории, любого уровня. У меня такой вопрос. Я в своей практике много занимался спортом, теорией спорта. И хочу сказать, что, насколько мне известно, в шахматах существуют понятия тактика и техника. с точки зрения классического спорта, техника, это координация, это способ биомеханика выполнения физического движения. Здесь этого нет, но в то же время есть понятие техника. Я бы хотел, чтобы Эдуард Григорьевич, если может, дал такое, ну, для простого уха моего, так сказать, понятие техника. тактика не вызывает у меня проблемы, это понятно. Шахматы это сплошная когнитивная тактика. А что касается техники, о чем идет речь? Спасибо. На самом деле, Валентин Борисович, если тебе даже и понятно, что такое тактика в шахматах, здесь есть уважаемое общество, которое, может быть, не знает, что это такое, поэтому мы с твоего разрешения очень коротко, пунктируем. Выдающиеся шахматисты, они обладают блицательной техникой и прекрасно видят тактические нюансы своих парней. Что такое тактические возможности в шахматах? Это семес в шахматах, комбинация нанесения удара по позиции соперника. Это самое вкусное, что есть в шахматах для обычного любителя шахмата. Когда вы ставите своего ферзя под бой, под возможность, он может сбить три или четыре фигуры соперника, но любой удар приведет все равно к твоему поражению. Вот эти нюансы, вот эти моменты, они являются тактикой в шахмате, комбинацией, комбинационные удары. Удары не как в боксе, а удары в шахмате. Вот, которые наносят урон позиции соперника. Бестящими тактиками естественно были все чемпионы мира, но особо выделялись Лехин до войны, Михаил Таль, совершенно блистательные комбинации, его нельзя не помнить по его комбинациям, его мир весь шахмат не любил. А вот скажем Магнус Карлсон, он естественно и тактик блистательный, но он еще и техник. Что такое техника шахмата? Шахматная техника базируется на понимании позиций. Это очень сложно объяснить любителю шахмата. Но вы, глядя на доску, перед вами расположение фигур своих и соперника, вы интуитивно чувствуете, куда, какую фигуру, когда подвести. Когда и куда, какую фигуру отвести. Когда какую свою фигуру разменять на фигуру соперника. И для чего. В какое окончание или эндшпиль перейти. Какое вам выгодно, какое вам невыгодно. Вот это все составляет элементы техники. Я понял. Скажите, пожалуйста, я повторю, если я правильно понял, то в шахматах техника это скорость принятия правильных решений, так сказать, ближайших и, скажем, каких-то еще там отдаленных. Скорость принятия правильных решений. Да, потому что в шахматах время ограничено на принятие решений. Спасибо. Понятно. И особо одаренные люди, они видят, что на доску будет смотреть тысячи человек, один видит, что надо сделать. Он мгновенно принимает решение правильно. Остальные будут делать все другое, потому что они это не могут увидеть. Спасибо, я понял. Большое спасибо. Виталий, Леня, Галашинский. Я вижу. Леня, Галашинский вопрос, пожалуйста. У меня всего лишь первый разряд. играл в основном пяти минут, у меня не было времени изучать теорию. Я с 14 до 43 лет работал, учился. Когда я приехал, мы собирались вымыть небольшой группой. Были моего класса или лучше. Эта группа распалась и уже лет 40 я не играю. Такой популярный шахмат пала из тем, что много электронных игр сейчас не окажется. Вот такой вопрос. Замечательный вопрос. Вы понимаете, большинство из нас это люди в определенном возрасте. Популярность шахмат в Советском Союзе была колоссальна. У нас особенно там и заниматься было нечем. У нас миллионы людей играли в шахматы. У нас шахматные книги раскупались сотнями тысяч экземпляров. Но за границей шахматы не были спортом. За границей единицы могли жить за счет шахматы. Единицы. сегодня в шахматах совершенно другие деньги. Появились колоссальные деньги, которые несравнимы с тем, что было в 70-е годы, скажем. Я уже не говорю о времени 50-е, скажем, 60-е. Даже в 80-е, еще пока Советский Союз не распался. Призы в матчах за звание чемпиона мира были на уровне трех тысяч рублей. Ведь в соревнованиях принимали участие советские шахматисты. Как только все исчезло, и Советский Союз рухнул, и уже матчи Карпов-Каспаров 90-го года, 87-го года, 86-го в Лондоне, там уже призы были на уровне трех миллионов долларов. Понимаете? Там уже были совершенно другие деньги. Сейчас международные турниры, вот я был участником матча чемпионата мира по Блицу и Парапиду. Представьте себе, турнир идет два дня. Два дня. Победитель получает условно приз сто тысяч долларов за два дня. Но этих призов за второе место, за десятое, за пятнадцатое, за двадцатый дифференцированно приезжает масса народов и масса народа уезжает с большими, а для некоторых огромными деньгами. И сегодня шахматы чрезвычайно популярны в таких странах, как Индия, в таких странах, как Китай, в таких странах, как Иран. Огромное количество шахматистов, причем очень-очень-очень высокого класса. Шахматы популярны по-своему, проводятся чемпионаты мира среди детей, начиная с восьми лет, до восьми лет, до десяти, двенадцати, четырнадцати, шестнадцати, восемнадцати, двадцати, проводятся чемпионаты мира среди сеньоров ежегодно, проводятся континентальные чемпионаты. То есть, если человеку девяносто лет, он спокойно приезжает на турнир, играет в шахматы либо в свое удовольствие, либо даже может выиграть какой-то приз, если он в нем нуждается. Поэтому сказать объективно, сегодня шахматы, они на другом витке развития, но они очень-очень популярны. В Соединенных Штатах Америки 30 миллионов детей, 30 миллионов детей в школах и не в школах занимаются шахматом. Десять процентов нашего населения. У меня ученики, тысячи учеников, которые у меня были в Советском Союзе, в Израиле и в Америке. Для примера я вам приведу пример. Павтология, извините, для примера пример не очень разноязычный, но я уже немножко устал. Пример простой. Может быть, кто-то из вас знает, что такое Бостон. Бостон это культурный центр Америки, это научный центр Америки. Вы как специалисты из МАИТ прекрасно знаете, что это научный центр Америки. Это медицинский центр Америки, но это и спортивный центр Америки. Здесь есть такая команда, которая называется Red Sucks. Красные носки, команда по бейсболу, которая выигрывала звание лучшей команды. Они считают, они так называются чемпионы мира, команда, которая выигрывает такой турбин. И вот этого Red Sucks хозяин знаменитый бостонский миллиардер, которого зовут Джон Хенри. В 18-м году, 6 лет назад, я получаю имейл с просьбой заниматься с детьми миллиардеров, с его дочерью, ей было тогда 7 лет, а через год с мальчиком, когда ему было 5, он начал заниматься, ему было 6. Вот 6 лет с 18-го по 24-го. Дети, у которых у каждого во рту золотая ложка, зачем им шахматы? Они что, будут шахматисты? Но родители понимают, насколько шахматы могут уберечь ребенка от... У него уже у этого ребенка, он еще родиться не успел, у него уже все есть. Понимаете? Но шахматы его могут научить его вниманием. Понимаете? Focus, concentration, attention, patient, многим важнейшим вещам, которые в жизни человека пригодятся. Очень коротко ответил на ваш вопрос. Я не понял, честно говоря. Я знаю, что некоторые школы имеют классы шахмат, но дети потом бросают. Вокруг меня даже русской говорящей среди нет. У нас на Гарвард-сквер там кафе, открытая платформа, там играли всегда шахматы, на деньги, конечно. Их не видно. Может быть... Много лет, лет скоро, конечно, я тут был, а последние лет 10 никто не играет там. Вы извините, может быть, вы не расслышали меня, я очень коротко опять вам повторю. Я лично, я с 2003 по пандемию, когда там 2021-2020, у меня были тысячи учеников в Бруклайне, в Ньютоне, в Линкольне, у меня у одного. Валентин Борисович не точен был, когда сказал, что здесь нет шахматных специалистов. Их здесь море, они здесь есть. И у них у всех есть занятия в школах. Поэтому я вам повторил то, что я считал нужным. Шахматы очень и очень популярны. То, что вы их не видите, одну секунду. Эдуард Григорьевич, я говорил о Киеве. Там в Киеве не было тренеров. Извини, Борисович, я думал, ты говоришь про Америку. Здесь шахматы, вы просто с ними не сталкиваетесь. Может быть, если вы, у вас какой-то круг общения, вы с ними просто не сталкиваетесь, это нормально. Но я вам говорю о реальных вещах. Огромное количество детей ко мне приходило в разных каждый год из года в год. У меня группы составляли по 20 детей в каждой школе. И умножьте это на 20 лет, умножьте это на 10 школ. Это я только о себе говорю. И я знаю своих друзей, которые проводят, проводили занятия. Поэтому шахматы, конечно, очень популярны. Но это специфика такая, что родители, которые понимают, что шахматы пригодятся. Они всегда предлагают детям получить базовые данные. Еще вопросы, если есть, пожалуйста. Нет, Левушка будет. Да, сейчас, пожалуйста, Лазарь. Микрофон, пожалуйста. Алло, так, слышно меня, да? Эдуард, во-первых, большое спасибо, лекция очень интересная, доступная, систематизирующая так и очень информативная. Спасибо. Вопрос у меня вот какой. Если можно, я, так сказать, задену такую сторону, как, например, политическая составляющая, вот, в чемпионатах, и прочее. Во-первых, вопрос первый, она существует ли, действительно ли это? И насколько влияет все это вот на чемпионат, на претендентов? И есть ли такое влияние на них давление или там какие-то, в общем, действия? Вот что вам известно по этому поводу? Я, прежде всего, я хочу вас поблагодарить за добрые слова. Я с удовольствием вам отвечу. Если у вас будут в дальнейшем любые вопросы, вы свяжитесь с Лёвушкой, он вам даст мой телефон на любой вопрос, всегда вы мне можете позвонить, он вам даст на моих оба телефона или Виталий. И если у вас возникнут любые вопросы в любой области шахмат, пожалуйста. По поводу политической составляющей, мы с вами все вышли из Советского Союза. Мы с вами прекрасно знаем, какие цели, задачи ставило партии правительства перед нашими спортсменами, в том числе перед нашими шахматистами. И тогда, в те времена, со времен Сталина, со времен Хрущева, Брежнева, конечно, ставилась задача поехать и победить, стать чемпионами, выиграть Олимпиаду, выиграть матчи за звание чемпиона мира, как мужские, так и женские. Это касается нашей с вами бывшей страны, где мы родились, Советского Союза. С тех пор, как он рассыпался, распался, никакое правительство Норвегии, никаких политических задач перед Магнусом, Карлсом никогда не ставило. Ему было бы просто смешно, он бы их всех, извините за грубость, просто куда-то, не хочу слова даже это употреблять, он бы им сказал, не мешайте, я занимаюсь своим делом. Понимаете, на Западе никто не мог давить на Фишера, он был категорически построен против собственного правительства и собственной страны. Западные спортсмены, они абсолютно аполитичны, их интересует личная жизнь, их интересуют деньги, и их политика не интересует, дорогой мистер Гуревич. Я понимаю, это все мне понятно, меня вот интересует такой вопрос, как именно в нашей стране, если, допустим, два соотечественника наших борются за то, если там какая-то заинтересованность что случилось? Что-то была проблема, мы продолжаем. Сейчас все нормально. Да, да. Лазер, вы меня слышите? Слышит, у него что-то произошло. Продолжаем. Если вы имеете в виду нашу страну, Соединенные Штаты Америки, гражданами, которыми мы все являемся, то, конечно, никаких тут политических влияний на шахматистов, и вообще на спортсменов. Нет, и быть не может. Эта страна совершенно другая. Ну, и вы это знаете не хуже меня. Наоборот, они, даже казалось бы, если они могли бы друг другу помочь, ну, специально, скажем, проиграть, они этого не делают. У них этого нет. Сплавы, так называемые, политические, спортивные, личные, денежные, они были в Советском Союзе, бывали. Но здесь это абсолютно исключено. Я думаю, что вы меня, может быть, может быть, вы меня слышите, я буду рад, или Виталик передаст, потому что половина людей тут застыл, микрофон, застыли. Я не уверен, что они нас с тобой слышат. сейчас идет запись, все нормально. Все нормально. Окей, окей. Продолжим, посмотрим, у кого еще есть вопросы, кто поднимает руку, я не вижу. Значит, нет вопросов. У женщин нет вопросов? У женщин нет, у женщин смущены. Хорошо. с мужчинами. У наших женщин нет вопросов. Хорошо. Если будут, Виталик, ты всегда можешь попить. Хорошо. Хорошо. Тогда мы перейдем. По-видимому, ты хотел высказаться. И потом мы... Я единственное, что хочу, чтобы ты от моего имени всех поблагодарил, кто пришел на шахматы. Обязательно. Это было интересно. Обязательно. И для меня это была привилегия с вами пообщаться. Мы еще не даже даже до шаха. До Львы мы дошли. Льва, пожалуйста. Да? Хорошо. Спасибо. Значит, 30 секунд вступительных. У нас уже мы не первые, кто про шахматы выступает. Я, по крайней мере, помню сообщение Леони Кумбовца про Нижмеддинова. Но это было как бы такое счастное. А мы попытались сделать более общее. Вот. Это первое. Второе. Столбо неделю тому назад подкинул мне вопрос «Это в связи с…» имеет связь с его докладом, который он нам делал. «Шахматы – это наука или нет?» Ну, вот этот вопрос отдан мне. Итак, шахматы – это наука. Так, тут, понимаете, мы привыкли к тому, что… Мы привыкли к тому, про что про шахматы говорят. «Шахматы – это искусство, спорт, наука». И я сейчас прерву телефон на этот звонок. Извините. Виталий, у меня выключился компьютер на самом интересном месте. Ну, в принципе, был ответ некоторый. Да-да-да, поэтому я… Эдуард, спасибо за ответ, я так и не ответил, поскольку у меня выключился вдруг. Хорошо. Хорошо. Селефон взял, пока я обгонял. Сейчас. Лёва. Продолжили? Да, пожалуйста. Да, мы все привыкли к тому, что про шахматы говорят. Шахматы – это наука, спорт, искусство. Очень коротко за то, чтобы ходить за пределы сегодня. Спорт – да, безусловно. Безусловно, если в это играют миллионы шахматистов, любители шахматистов, высокой квалификации, если проводятся специальные соревнования колоссального масштаба, то о чём говорит? Спорт, конечно. Чуть труднее с искусством. А для того, чтобы понять, что это, безусловно, искусство, надо иметь достаточно высокую квалификацию. Потому что партии, так называемые «вечно зелёные», о которых говорят не годами, а десятилетиями, обсуждают, они требуют высокой квалификации. Например, Алехин очень обижался на своих соперников, которые были не соответствующие ему уровня, и говорил, да вот с ним ничего сотворить невозможно. То есть, Алехин утверждал абсолютно основательно, что шедевр создать можно только при двух близко равных по уровню шахматистов. Искусство, на мой взгляд, искусство. Но это выходит за пределы сегодняшнего обсуждения. «А теперь наука ли?» И вот тут пришлось целую неделю поработать. Кратко попытаюсь. Ну, есть прежде всего классификации по науке. Это очень важно. Наука дается определение науки, затем основные разделы, из основных разделов вытекают подразделы и так далее, и так далее. Это неформальное положение. Те, кто отрасль науки, которая попадает в эти прямоугольнички, они потом соответственно получают всяческие, так сказать, блага, это организации, деньги, научные учреждения и так далее, не попадают, тогда дело существенно хуже. И поэтому сначала кратко, а что же думают другие? Вот как определяется? Шахматы настольная логическая игра с шахматными фигурами на 64-клеточной доске, сочетающей в себе элементы искусства, науки и спорта. Вот официальное определение. Ну, а что по этому поводу говорится в других источниках? Вот другое мнение. Те, кто относит это к просто настольной игре, должны понимать, что шахматы такая же абстрактная наука, как и любая другая форма. Учитывая миллионы комбинаций на каждом этапе, невозможно действовать в шахматах без выдвижения гипотез и проверки их путем наблюдения или экспериментов. Я еще мог бы сослаться на чемпиона мира Тиграна Петросяна, тоже в таком же духе, но перейдем к тому поиску ответа. Давайте подойдем, попробуем подойти аналитически к этому вопросу. Первое. Шахматы это значительное явление для общества. Ну, я, естественно, в основном анализирую на материалах СССР и России некоторых, потому что русский язык недоступен, но я и попытался заглянуть по возможности и в другие источники и на них опираюсь. Итак, для Советского Союза безусловно это было явление значительное, о чем так хорошо и объемно рассказал Эдуард. Для России тоже, хотя надо с огорчением сказать, что уровень шахмат в России на мой взгляд резко упал. Это отдельный разговор. По данным Фиде, на 2018 год во всем мире в этой игру в той или иной форме играет более 600 миллионов человек. Членами организации является 173 страны, то есть почти без малого весь мир. В СССР всегда шахматам делалось внимание на самом высоком уровне. в августе 1924 года на Третьем Всероссийском шахматном съезде зам наркома юстиции Крыленко страстно любивший шахматы возглавил всесоюзную шахматную секцию. Старый Российский шахматный союз был заменен организацией с четкой структурой и прочной финансовой базой. Ну, перескочим дальше и матч, вот то, о котором немало внимания уделил Эдуард Карпов Каспаров. Его председатель моркомитета этого матча был Гемичев, секретарь ЦК КПСС, кандидат в члены Политбюро КПСС. Ну, уж куда как выше. Больше выше-то некому брать. Добавим к этому реальную постоянную помощь. Наличие управления по шахматам при комитете по спорту СССР. Широкая сеть шахматных школ во главе с высококвалифицированными тренерами. Целая система соревнований с низшей шахматной квалификацией до гроссмейстерского уровня. Ну, а как с определением понятия наука с формальным официальным? Я смотрю портал наука. Как определяется наука? Наука обычная сфера человеческой деятельности, имеющая своей целью сбор, накопление, классификацию, анализ, обобщение, передачу и использование достоверных сведений, построение новых или улучшения существующих теорий, позволяющих адекватно описывать природные или общественные процессы и прогнозировать их развитие и прикладное внедрение полученных теоретических заданий. Ну, а теперь небольшое вступление о том, что спорт и искусство мы поговорили, а вот шахматы это вид науки или нет, все мои поиски, блуждания по вот этим вот, к сожалению, я не нашел такого квадратика, куда прямо можно вписать. Блуждая по лестнице наук, единственным возможным местом, ну, условно говоря, прописки шахмат, я считал бы раздел формальной науки и подраздел теория принятия решения. Да, принятие решения это одна из важных и очень сильных моментов шахматы. Там принимается решение, которое потом, ну, в общем практическом виде используется в разных областях, ну, например, в военной науке. Ну, любой любитель шахматы знает, например, что атака на двух флангах шахматной доски представляет нечто невероятно страшное для противника. Ну, так тот же, это же и в военной технике учтено и перехвачено, что воевать на два фронта это дело более чем опасное. Вот. Таким образом и теория принятия решений. Как определяется это понятие? Теория принятия решений. Вот для этого прямоугольничка. Область исследования, вовлекающая понятия и методы математики, статистики, экономики, менеджмента и психологии с целью изучения закономерности выбора людьми путей решения проблем и задач, а также способов достижения желаемого результата. Ну, прямо, как бы, тут половина прямо к шахматам относится. Теперь предлагаю отдельные соображения в пользу тезиса «Шахматы – это наука». Первое. Вот смотрите. Учебники пишутся, чтобы обучить предметов школьников. Для повышения знаний аспирантов и научных работников учебники и статьи пишут корифеи наук. По шахматам написано огромное множество книг и статей. Перечислим только часть учебников, записанных корифеями шахмат. И тут я обращаю ваше внимание, что ведущие шахматисты мира на Олимпе, они же и научные работники. Учебник шахматной игры Ласкера, он второй чемпион мира по шахматам. Ласкер защитил докторскую диссертацию по математике в 1901 году. Ласкер его именем и именем еще Нютера есть некий обобщенный первоначальный результат, созданный Ласкером. Вот, вам смотрите, и шахматы, и научные достижения. Идем дальше. Книги по шахматам, в частности, к достижению цели и другие у Михаила Моисеевича Ботвинник. Он шестой чемпион мира. Ботвинник, доктор технических наук. Ну, поскольку я очень интересовался подробностями, я нашел, я думал, а, Ботвинник удали, он кандидатом был давно еще, доктора, ну, условно говоря, за так, так сказать, ну, со скидками. Я нашел женщину, которая там работала вместе с ним. Она мне сказала, какие скидки. Его заклевали на защите докторской диссертации. Ну, понятно, как же, и доктор наук, и чемпион мира. А вот, вот, защитился. Теперь обращаю внимание, что Ботвинник написал три книги. Я могу все это, о чем говорю, показать. Эти книги здесь рядом, но мы не будем тратить на это время. Он написал три книги о кибернетической цели игры, о решении неточных переборных задач и от шахматиста к машине. Его компьютерный, это пионер, первый чемпион мира среди шахматных компьютеров. Ну, если будет время и потом интерес, я расскажу о последней попытке Ботвинника с его усовершенствованным компьютером шахматом, когда он утверждал, что он побьет всех. Ну, потому что я имел некоторое отношение к этому, но это есть и будут вопросы. Вот вам, пожалуйста, чемпион мира по шахматам, он же научный работник. Ну, можно было бы говорить о книгах Каспарова, о безлимитной поединок и два матча, но это с других позиций. А вот я хотел бы сказать об одной книге, пропуская там еще Бронштейна, очень интересно, пропуская. Особняком стоят две книги Крогиуса, Грассмейстера, Николая Крогиуса. Личность в конфликте и психологическая подготовка шахматиста. Он Грассмейстер и шахматный деятель, и доктор, психологических наук. Я эту книгу когда-то проштудировал с карандашом, поэтому мне легко было готовиться к этому. Это целый другой мир показан. Шахматы очень благодатная почва для психологических исследований. Четкие правила игры, справедливое судейство, четкие правила взаимоотношений как игроков, так и зрителей в зале, запись ходов партии и синхронная запись расхода времени на обдумывание ходов, возможность наблюдать и фиксировать поведение игроков, измерение некоторых физиологических параметров игроков без помех для игроков. Все это интереснейшие аспекты для научной деятельности. И, наконец, попробуем сделать некоторые выводы. Первое. В научной классификации никакого упоминания о шахматах как разделе науки нет. В шахматах высокая концентрация людей одновременно с высокими шахматными и научными титулами и достижениями. Шахматы заполнены прекрасными учебниками и высококвалифицированными педагогами. Последнее. Шахматы дают ценнейший материал для изучения искусственного интеллекта и психологии, особенно личности в конфликтном противопостоянии. Но последнее. По-видимому, этого недостаточно, чтобы шахматы можно было считать одним из основных подчерки выделенных разделов науки. А пока этого прямоугольничка для шахматов нет, я могу добавить, что этим вопросом начинают серьезно заниматься различные научные учреждения. Чего добьются? Нет. На данный момент, увы, формальных оснований нет. Но, на мой взгляд, это наука. Спасибо за внимание. Хорошо, спасибо. Сейчас мы тогда посмотрим желающих задать вопросы и прокомментировать. Вот, Эдуард Григорьевич. Лёвушка, по последним данным в ФИДЕ входит 191 государство. 191 страна. Да, это к разделу спорт. Да, еще более широко. Но я тебе должен сказать, что удивительно во времена, когда мы, ну, в общем, наш золотой, вот, я так наблюдаю людей, которые сидят здесь. Наш с вами золотой век, он, наверное, был, там, я не знаю, ну, 50 лет назад, когда мы были все. Ну, может быть, и все-таки. в поиске, в ожидании, в подъеме, в нашем стремлении к жизненным каким-то успехам, к жизненным достижениям. Ты понимаешь, не тогда это поразительно. Вот человек задал вопрос, насколько популярны шахматы сейчас. Но дело в том, что вот тогда в актуании гроссмейстер, было время, когда я начинал заниматься шахматами, в мире было 50 гроссмейстер. 50 во всем мире. Из них половина в Советском Союзе. Даже больше. А сегодня они появляются каждый день. Их уже тысячи. Ты понимаешь? Если раньше какой-нибудь в Бангладеш, там вообще никто не умел играть в шахматах. Сегодня там в сборную в какой-то гроссмейстер. Я на Олимпиадах на многочисленных. Я поражался тому, что откуда эти люди берутся. Есть какие-то страны, которых я даже я помню, я судил матч Палау с кем-то. Я спрашивал женский матч. Я спрашивал у девочек из этого Палау. Я говорю, вы мне можете рассказать, где находится Палау возле какой-то большой страны. Я не знаю, где это. Расскажите мне, пожалуйста. И они мне говорят, Индонезия недалеко. Понимаешь, эти девочки, представить себе 50 лет назад, какое Палау в шахматном мире было там 50-60 стран максимум. Сегодня около 200. Это к тому, что человек, который задавал вопрос, замечательный человек. Он, по-моему, он, по-моему, из... Он мне если я правильно расслышал только. Он, по-моему, перворазрядник, да? Про меня, что ли? Да. Наши с вами поколения, наши с вами поколения, у нас развитие шахмат, мы его наблюдали в Советском Союзе. Правильно? Мы с вами не могли 50 лет назад, 40 лет назад видеть, что происходит в других странах. В других странах ничего не происходило. Единицы. Если вы возьмете какую-нибудь Швецию, там был старик гроссмейстер Штальберг, потом появился Андерсон. Если вы возьмете Исландию, там был один Ововсен. Если вы возьмете Данию, там был один Ларсен. А Югославия? Я же говорю тебе, было количество стран, где есть шахматисты, ограничено. Югославия была одна из... А сегодня... А кто едет со мной? Я еду с тобой. Тише, тише. А сегодня просто безумное количество стран присылает на Олимпиаду своих представителей. Шахматы во всем мире. Мы просто сейчас ограничены в том, что у нас нет этой информации. Мы ее не узнаем. Может быть, она нам уже и не так важна, и не так любопытна. Но я вам отвечаю на ваш вопрос. Шахматы чрезвычайно развиты. И Левушка привел цифру 600 миллионов человек. Если вы возьмете период 40 лет назад, 50 лет назад, то цифра была я не знаю. Ну, в 10 раз меньше это минимум. А то и в 50. Тут мы коснулись очень важного вопроса, который мы как бы немножко обошли. Я хочу добавить, потому что уже началась дискуссия. Да, на мой взгляд, я уж, конечно, не стараюсь теперь так следить и быть в курсе, но все-таки, на мой взгляд, шахматы как бы теряют отчасти свой вес. Подожди, Эдуард, не торопись, может, штору-то расстаться. Но я должен огорчительно сказать, что, на мой взгляд, вообще культура, уровень культуры и так далее, на мой взгляд, вы не обязаны со мной соглашаться, снижается. Мы больше занимаемся моментом, чем пытаемся вникать в серьезные вещи. Это, мой взгляд, это происходит в шахматах тоже. Для этого есть, на мой взгляд, и объективные причины. Они состоят в том, что шахматы классические требуют колоссального внимания и колоссальной работы. для того, чтобы чего-то достичь. Колоссальный. Отвлекусь на момент и расскажу очень кратко о себе. Отчего это я в такие высокие полез? У меня нет ведь таких достижений даже близко, как у Эдуарда и так далее. Но! Но! Так сложилась судьба. Меня научил шахматной игре старший брат. И я немало поиграл с ним. Это мне было лет восемь. Потом, когда мне было девять или десять, я пошел в шахматный клуб в Киеве. И тут уже есть чем гордиться, хотя бы глядя назад. А меня посмотрел какой-то юноша, шахматист хороший, сказал, сейчас нет мастера Константинопольского. Вот ты приходи, мальчик, на следующий раз. Может быть, он тебя примет. И когда я пришел на следующее занятие, мастер Константинопольский меня принял в свою школу. Значит, очевидно, у меня были какие-то шахматные способности, потому что мастер Константинопольский потом стал гроссмейстером. Он был тренером, ну, в основном женских шахмат, но при нем все забирал Советский Союз. Значит, наверное, что-то понимал. Ну, дальше началась война. И, конечно, было не до шахмат, был голод, переезд с маминым госпиталем по стране, потом учеба, но тем не менее какой-то опять взрыв, ну, я по переписке играл, в шахматы играл, всегда на первой доске, но это не те шахматы. А потом этот вот матч-турнир, ты сказал турнир, это матч, это матч-турнир был, пятерной, да? Вот, конечно, я был на нем, и с той поры я уже не мог оторваться от шахматов, но не как игрок. Я еще сделал однажды попытку вернуться, но я однажды посоветовался, так для интереса, глядя назад, с двукратным чемпионом СССР по шахматам Цешковским. Это тогда, когда под Киевом взорвался этот самый Чернобыль, а еще никто не сдал, и заканчивался турнир. То есть, говорили, ну, что там страшного? И я поехал на последний тур. Опережавший на очко Цешковский, быстро сделал ничью, и сидел, конечно, попивал там кофе, и я с ним поговорил, он очень с интересом со мной разговаривал, и я ему рассказал то, что говорю вам сейчас. А должен ли я был еще предпринимать какие-то усилия, и все-таки чего-то пытаться добиться? Он сказал, вы правильно сделали, что не делали, вы убили бы время. Я, про себя он, я второй раз чемпион СССР, и я чувствую трудности в борьбе с более молодыми, потому что у них есть техника, вот тут был до этого разговор, наработки, они тратят из драгоценнейшего времени немного, а я сижу и думаю. Поэтому правильно сделали, оставайтесь любителем шахтов. Вот моя судьба. Но я все время был действительно глубоко в это посвящен, и самые приятные воспоминания, когда я глядываюсь назад и думаю, а что же, ну, кроме всего остального, так это шатник. Вот так складная судьба, но видел действительно в шахматах я много. Возвращаюсь к тому, чтобы закончить. На мой взгляд, шахматы сейчас в трудном положении. Ну, во-первых, в такой стране, как Россия, славившись всегда, кроме Фишера, там никого и не было, мне удалось, начиная с Эйвы и кончая Каспаровым, со всеми чемпионами мира иметь контакты, а с тремя даже достаточно близкие, они были из той школы. куда делась эта школа? Теперь начинает поднимать, что надо вернуться к этим всем. Ну, попробуйте вернуться. Не так просто. Второе. Я думаю, что шахматам нанесла большое шахматистам, это, мое мнение, удар, это игра в компьютерах. Каспаров, как известно, проиграл матч два с половиной, три с половиной, правильно я говорю, шести партий. Но если Каспаров проиграл машину, то, конечно, стимула играть с машиной теперь уже нет. Учиться у машины это да. Ну, вот. Поэтому, ну, и последнее, что подсказывает уважаемый Эдуард, что шахматы сейчас перемещаются в другие страны. В Китай и в Индию. И похоже, что это так. И похоже, женщины китайские всегда были уже давным-давно на Олимпе. А теперь на Олимп забрался и мужчина. Ну, и вот в Индии, кроме Виштвандо Анн до 17-летней молодой талант. Поэтому, мне кажется, что для шахмат сейчас наступило трудное время. Спасибо за внимание. Хорошо. Спасибо. Сейчас у нас вопросы. Потом можно будет снова. Виталий, можно вопрос? Да. Но первая подняла руку Ирина Петербург. А, хорошо. Ирина, пожалуйста. Ирина, пожалуйста. Так, Ирина, видимо, отошла, я не знаю. Хорошо. Тогда, Ирина, пожалуйста, договорись. У меня такой женский вопрос, конечно. Вот шахматы женщины и мужчины. В чем различие? Все мыслят, как женщины мыслят выиграть чемпионат, я не знаю, игру в шахматы, короче. И как мыслят, то есть мозги у них разные, направленные на шахматы. И играли ли женщины с мужчинами в шахматы? Конечно. Вы жили близко с такими известными шахматистами, вы их знаете, но я говорю о... Женщины простыми людьми или только в голове были шахматы? Спасибо. Эдуард, если ты позволишь мне, не потому, что женское масло, это свои порядки, а потому, что же очень я имею что сказать. Левушка, все твое сейчас. Кто внимание к тебе? Спасибо. Во-первых, есть, ну, была в шахматах сестра Полгор. из трех Жужа сейчас одна. Она гроссмейстер. Она играла только в мужских турнирах. Только, подчеркиваю. И добивалась больших успехов. Она и гроссмейстер по мужской классификации тоже. Поэтому, поэтому, конечно, конечно, у женщины по, может быть, физиологическим, по обязанностям в семье есть, естественно, какие-то ограничения. Но, вот, пример Полгор. Сейчас, ну, не за... Жужа... Одна из сестер. Хорошо, их было трое, и все трое шахматистки. Это... Но, она завоевала очень признание у мужчин. Она побеждала ведущих мужчин- гроссмейстеров. Это так. Теперь, особняка... Да, это достижение личного отца Полгор. Там целая история. Он сказал, я воспитаю своих детей так, как я считаю нужным. Он жену себе подбирал не просто, а как напарницу для этой цели. и он показал. Мало того, чтобы с этим закончить, у него хотели забрать отцовское право, он в школу не отдает своих девочек. Но кто же тогда был руководителем кадр? Я наш кадр. Он был любителем шахмат, он узнал про это, он сказал, нет, дайте ему право, и он вот довел до такого уровня. Это было целенаправленно. А вот другое, а вот грузинский федомен, это же потрясающе. Ну, Нона Гаприндашвили, она еще, это первая грузинская чемпионка, она еще воспитывалась с братьями своими. У нее все братья были, и она воспитывалась вроде как мальчишка среди них. Она сама с гордостью рассказывала. Но потом, это же красавицы были. я приезжая по делам, по командировочным в крупные города, всегда заходил в шахматный клуб. Вот я зашел в Тбериси, где был открыт новый клуб, и увидел неких, ну, красавиц, молодых девочек. Мне повезло. Это было и Селиани, это было еще, может быть, Майя Чебурданидзе. Вот там был некий феномен. Это целая школа, никто рядом с ними, я думаю, что полгар были сестры потом, по времени. Так что вот есть такие яркие страницы и достижения полгар и Гаприндашвили и Чебурданидзе, они говорят, что отдельные женщины могут играть на мужском уровне, если я ответил на ваш вопрос. Вот, это же достижение уже, особенно полгар, которая играла только в мужских турнирах. Правильно я говорю, Эдуард, она не играла в женских. Правильно ты говоришь, Левушка, правильно. Я забыл только китаянку Хоуи Фань, она вообще была в десятке лучше. Ну, это, да, тогда я должен прибавить, я где-то упомянул, что когда начался, на мой взгляд, беспорядок, я бы даже прижил в слов бардак в шахматах, а такое время было, я сказал, я больше не буду тратить свое время, потому что в шахматах беспорядок это абсолютный нонсенс. Ну, кто, например, знает, кроме тех, кто действительно шахматами, что был такой чемпион мира, Пономарел, Украина, на один год. Правильно я же говорю, Эдуард? Ну, он официальный чемпион мира, но он был чемпионом мира. Ну, так чего следить за этой неразберихой. Я уже перестал так. Вот, поэтому, может быть, китаянки, да, китаянок там полно чемпионов мира, но тут я уже так рассказывать не могу. Это уже может Эдуард. Да. Я просто подхвачу эстафету. Я хочу, чтобы те, кто нас слушает, те немногие оставшиеся в бою, понимали, что знаете, сегодня, наверное, нет композиторов уровня Моцарта, Баха или Бетховена. Сегодня нет нового Миколанджа. Но в шахматах колоссальный ренессанс. Просто знаете, мы в силу все, мы в силу возраста, в силу того, что мы поменяли свои страны, мы помним вот нашу молодость, мы помним нашу энергию, мы помним шахматы Советского Союза, мы понятия не имеем о том, что происходит в шахматах других стран. А сегодня, Левушка, при всей любви к тебе и уважении, я хочу, чтобы ты понимал, шахматы на фантастическом витке своего развития по отношению к этому виду деятельности, потому что шахматы сами по себе, они никогда не станут такими, как легкая атлетика, плавание или футбол, такого не будет никогда. Но по отношению к самим себе, к тем шахматам, на которых ты вырос в Киевском дворце пионеров, на которых ты ходил на матч Ботвеник-Таль, на которых ты ходил во дворец шахмат в Тбилиси, в замечательный город. на самом деле сегодня шахматы пошли не в Советском Союзе, ты прав, хотя и там, в определенных ныне странах, в прошлом республиках, например, в Армении, там обязательно шахматы в школе, Азербайджан, абсолютно шахматная страна, там огромное количество талантливых и способных шахматистов, Узбекистан будет принимать Олимпиаду через одну, там россыпь талантов, я упомянул Китай и Индия, там тысячи талантов, тысячи, понимаешь, мы должны понять, что книга под названием Советский Союз, она уже закрыта, Ноамор, и мы сегодня живем в другом мире, я постоянно возвращаюсь к тому, что я был чемпионом города, об этом написала газета, 11-летний Эдик Духовный стал чемпионом города, но этого времени уже не будет, в то время шахматы развивались там, где мы росли, где мы родились, почему, потому что у нас был спорт, у нас был боле, у нас был космос, что у нас еще было, у нас еще были знаменитые пианисты и скрипачи, да, у нас был Гиллерс, у нас был Коган, у нас были, у нас был большой театр, что у нас было, у нас не было ничего, ни автомобилей, ни самолетов, ни компьютеров, ни фига, что у нас там, дорогой, у нас были шахматы, они были бесплатные, они были доступные, вся страна играла в шахматы для Советского Союза, идеологии, партии, наши руководящие, правящие силы, это был самый доступный вид деятельности, и потом шахматы воспитывали нормальных людей, они не шли по дороге там, бандитов, убийств, воров и всех остальных, я всегда своим ученикам, учениками, их родителям объясняю, шахматы станут вашим другом, вы никогда не будете гроссмейстером, вы всегда будете опираться, когда у вас в руках будет 10 миллионов долларов, у вас будет выбор, идти в казино, которое возле моего дома здесь стоит, знаменитое казино, рядом со мной, я был два раза, один раз я был и играл на один доллар, я играл и выиграл четыре, второй раз я пошел на день рождения моего сына, больше я там не был никогда, понимаешь, или он с этими 10 миллионами долларов пойдет и вложит их в правильные проекты в своей жизни, шахматы ему помогут, концентрации, терпению, уверенность, ответственность и всему остальному, и я думаю, что таких как я, учителей шахмат в мире много, и мы подняли колоссальную волну, во всем мире играют в шахматы, я тебе привел пример несколько стран, ты можешь себе представить Афганистан присылает команду, Афганистан, какие-то, я не знаю, какие-то бедуины присылают. А про вершину-то, ну, когда найдется Магнусу равный соперник, он же отказался защищать. Это не, Левушка, дорогой мой, это же не причина потому, потому что шахматы в упадке, шахматы в колоссальном подъеме. Это правильно? Невероятно. Огромные деньги, потрясающие. Конечно. Ты понимаешь? А вот энтузиазм, нет, пока никто к нему подойти не может. Окей, наша с тобой дискуссия, она основана на нашем взаимном уважении и любви. Я просто хочу, чтобы люди понимали. Шахматы. Если вы будете читать о шахматах просто, вы всегда будете в полном порядке. Вот если вы откроете любую книгу и прочитаете о шахматах, это значит, что у вас все в порядке. Вы понимаете, о чем вы читаете. Вы понимаете в любом возрасте. И в 90, и в 95, и в 100. Мы с Левой говорили о двух замечательных шахматистах. О москвиче Юрия Львовича Вербахе, который дожил Гасталия и Андре Лилиентали, который жил в Венгрии тоже практически Гасталия в 99 лет. Ясный ум, дистательный шахматист. Я приведу свой пример. Я ходил в такой так называемый детский садик «Жемчужина». У меня каждый раз на моих лекциях присутствовал человек. Ему было 99 лет, когда он присутствовал на последней лекции моей. 99. И он со мной играл в сеансе одновременно игры. Играл великолепно. Играл в силу хорошего первого разряда. Больше того, я ему уступил, проиграл ему в последнем сеансе. Я не уверен, что я поддавался, но я очень хотел, чтобы он меня обыграл. Человеку было 99 лет, почти 100 лет. Понимаешь, что такое шахмат? Для нас, для нашего круга людей не жалейте себе возможность. Одна книжка пусть у вас будет дома. Откройте. Любую книжку прочитайте. Шахматы. Игра королей. Шахматы. Это игра, которая будет приносить пользу и радость, удовольствие. Я не только о вас говорю. Дети, внуки, правники, у кого кто есть, родные, родственники, друзья. Играйте в шахматы, играйте. Читайте о шахматах. Моя миссия выполнена. Я сделал то, что считал нужным. Я хочу вас всех поблагодарить. Я хочу вам пожелать долгих, счастливых, здоровых лет жизни. Многие лета вам, дамы и господа. Любите шахматы, играйте в шахматы. Ваш Эдуард Духовный. С уважением. Еще 30 секунд. Ты мне сказал про Вербаха, да? Вот книжка Вербаха, та, из-за которой устроил мне скандальчик, если можно сказать, Петросян, да? Так вот, а подпись Вербаха, он же автор, на первой этой санкции. А ты упоминал про Лилиенталя. И тут я наткнулся на твоего друга Камповариса. Вот это я уже начал подзабывать. Понимаешь? Я к Лилиенталю обратился, а рядом это Рольск Камповариса. Это, конечно, интереснейшая фигура, но о ней отдельный разговор. То, что там произойдет. Всем здоровья и благополучия. До свидания. До свидания. Спасибо, Эдуард Духович. Спасибо. Значит, сейчас у нас так, мы немножко еще продолжаем. Вот Леня поднял руку. Нет-нет-нет, Я все. Столько вопросов есть, пожалуйста. Сейчас, 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 пожалуйста. У нас осталось очень мало времени. Да. Если кто-то будет задать вопросы, дискуссии, пожалуйста, чтобы дня было очень кратко. Пожалуйста, Леня, вопрос. Нет, я уже не знаю. Хорошо, хорошо. Значит, Ирина пыталась говорить, но с микрофоном, если она сейчас готова говорить, пожалуйста, но она не появляется, ее неслышно. Значит, что могу сказать? Посмотрим, есть у нас кто-то еще из поднял. Алло. Да, Валентин Борисович, пожалуйста. Буквально пару минут. Пожалуйста. То, что я хотел прокомментировать. Дело в том, что шахматы не являются в полной мере классическим видом спорта, но там много элементов, определяющих этот спорт. Но главная составляющая это то, что если спорт эксплуатирует нервно-мышечную систему, и она не является, не может быть предметом таланта, то второе ее определение ипостаси, это, конечно, искусство. Поэтому есть шахматисты, и в три года мне вчера рассказывала, девочка подсказала зрелым игрокам в три года. То есть искусство в данном случае это предмет таланта, а талант это форма сознания. Сознание это когнитивная функция. Поэтому мне кажется в этом сочетании вот последнее выступление Эдуарда мне кажется это ну вот апофеоз этого симбиоза. Дело в том, что сегодня интеллектуальная деятельность является наиболее престижной. Вы понимаете, что мы идем так сказать чисто в интеллектуальную сферу экономики. Это тренд века, и поэтому шахматы оказались наиболее удачным сочетанием между спортивным зрелищем и так сказать искусством, которое может проявляться в раннем. Нет же спортсменов в 11 лет чемпиона мира в тяжелом весе. Понимаете, это разный, а вот в 15 лет чемпион мира как талант, как искусство может быть. И последнее, я провел исследование, работаю, писал, является ли МММ, знаете, бои без правил. Все считают, что это спортивное мероприятие, и люди ходят. На самом деле это боевое искусство, которое напоминает бои гладиаторов. Я это как физиолог, как биолог доказал по дефиниции, что это не спортивное мероприятие, и люди, которые смотрят, мужчины, женщины, а женский МММ, это вообще извращение цивилизации, понимаете. То есть часто за дефинициями точного нет понимания самой сути. Вот в данном случае я заканчиваю. Шахматы это потрясающий симбиоз спортивных элементов и с талантом, то есть с искусством. К науке имеет только отношение, что знания, знаете, пятый брак это тоже знание, это тоже наука о жизни. Поэтому о шахматах тоже можно говорить, что это знание, но это не является дефиницией самого понятия науки. Спасибо. Хорошо, спасибо. Меня сейчас слышно? Да, пожалуйста. слышно, да, спасибо, я поправила тут что-то. Шахматы, конечно, наука. И если посмотреть на некоторые способы, некоторые методы продвижения в науке, это обобщение, обобщение предыдущих понятий в разных направлениях, обобщение методов и так далее. Так вот, мой сын придумал три ди-шахматы. Пространственные шахматы, которые помещаются в коробку. Значит, он сам сконстру... он начал в шахматы играть пять лет. Пять лет он играл в шахматы, пошел в дом пионеров, только он не мог последние несколько шагов делать, поставить мат, а так он прямо там удивлял всех. Вот, я ему показала только ходы, потом папа с ним пару партий сыграл, и я ему подсунула пару книжечек, ему было пять с половиной лет. В эти трехмерные шахматы он пригласил, познакомился с одним парнем, который приехал в Нью-Йорк учиться из Израиля, гроссмейстер. И он пришел к нему домой, и они вместе играли, и гроссмейстеру эти шахматы очень понравились. Там, правда, не восемь на восемь на восемь поле, в смысле конструкция, а шесть на шесть на шесть. Вот. Ну и, собственно, говоря, это очень интересно, потому что это одно из направлений, в которых можно двигаться. Конечно же, это не классические шахматы, конечно, там есть какие-то свои ограничения, но, тем не менее, вот возможность обобщить на такой случай, это, по-моему, уже очень интересно. Вот. Это то, что я хотела сказать. Эти шахматы обсуждались еще, когда я играл, лет 50 назад и больше. Просто это надо как компьютер играть, человеческий ум не может. Что стало? Это обсуждалось еще лет 50-60, наверное, лет назад. Ну, во-первых, он этого не знал, а обсуждалось, это не значит, что кто-то это сделал. потому что решили, что это невозможно играть. Нет, возможно, гроссмейстер с ним играл. Ну, я не знаю. Вот так вот, вот так вот. Это сложная конструкция, ему пришлось там заказывать какие-то специальные, ну, специальные предметы, из которых он это все сконструировал, и это играбельно, играбельно вполне. Хорошо, спасибо, спасибо. Значит, сейчас посмотрим, если кто-то еще очень кратко хочет сказать, что-то, задать вопрос. Если же нет, то мы сейчас дадим возможность так, Игорь Григорьевич, наверное, уху, или вернет, но Лёва может закрутить на селок, пожалуйста. Да, ну, спасибо за внимание. Мы с Эдуардом попытались рассказать об этой чудесной игре, это естественно. Вот. Ну, а у нас немножко разные взгляды, это уже не первое, что Удар правильно говорит, на мой взгляд, это идет такое географическое расширение шахмат, это безусловно охват, но я уже сказал, что шахматы сейчас, по-моему, мир бежит, 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 а шахматы требуют остановиться и глубоко некогда. И, конечно, я по-прежнему настаиваю некогда более подробно по этому поговорить, что, конечно, на мой взгляд, появление шахматного компьютера, я мог бы отдельно рассказывать о шахматном компьютере ботвинника, когда он заявлял, что у него разработана новая программа, а чего же вы ее тогда, причем с помощью математиков и так далее, а чего же, Михаил Масеевич, вы не выставляете на соревнования, а он сказал, потому что у них такие машины с такой скоростью счета, что они меня в тупую проиграют за счет быстроты, но я его спросил, а если найдется компьютер большой мощности в вашем распоряжении, конечно, он дал свои координаты телефонные, я нашел среди одного из своих выпускников, который занимался с очень мощными компьютерами, прося на 2-3 месяца, он сказал, я договорил с начальством на 4-5, я передал по телефону, но не сам Ботвинник снял, а его, ну это часто большие шахматисты делают, чтобы не терять время, тот заверил, что передаст, но, к сожалению, Ботвинник не отозвался, что его пугало, не знаю, может быть, некоторые неуверены, что все-таки не победит его программа, вот тут ограничения, ребята, ограничения, но все равно повторяю, великий шахматист Каспаров проиграл шестирандовый матч машины, после этого, насколько мне известно, никто с машины не играл, вот вам одно, второе, это надо останавливаться, глубоко думать, объект такой, что, и вообще, по-моему, уровень культуры не только в шахматах, ну, дай бог, ну, но распространение колоссальных, посмотрим, куда пойдет дальше, это, если у вас есть дети, внуки, то, конечно, рекомендуйте, это на всю жизнь, тому ребенку, который понравится, шахмату, который скидоспособности, это на всю жизнь помощь помощь и отрада, а может и достижение, если он талантлив, я, по крайней мере, своего младшего сына сделал все, что можно, чтобы он добился, у него оказались большие успехи, я его отдал в шахматную школу, он быстро стал переигрывать меня, быстро, а в руки Белавинец, Людмилая, она сказала, у него есть способности, и он пошел вверх, но потом учеба, переезд в Израиль, но он до сих пор говорит, а я вот у него ведь имел счет, у этого, ну, неважно, я не буду еще, три с половиной на два с половиной, говорит, а он был шестым в списке мировых, ну, так я сказал, так этому же надо отдать все, чтобы достичь больших высот, но он до сих пор работая преподает, но играет с машиной в шахматную на своем уровне, на всю жизнь, хотя бы, шахматную надо посетить себя целиком, тогда чего-то можно купить. Спасибо вам за внимание. Хорошо, спасибо, спасибо выступавшему Эдуарду и Льву, вот, спасибо всем, кто присутствовал, и мы завершаем нашу запись. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok